И в итоге победили мы осу, наколотили ей тумаков. Тесно, а что будет, если я тебе в ухо попробую залететь, а? Приветствую всех, с вами Илюша, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием B-Simulator. То есть это симулятор пчелы. У нас имеется вот такая пчелка, и естественно наша задача это собирать пыльцу с цветов, и потом ее приносить в наш уль. Вот, кстати, выглядит как наш уль, он внутри этого огромного дерева, но мы туда залетим потом, когда соберем, естественно, нашу пыльцу. В принципе, вот так у нас выглядит геймплей. То есть мы летаем, друзья, и собираем, естественно, пыльцу с наших вот таких цветочков. Кстати, нам надо собрать аж целых 25 цветков, довольно-таки много, но думаю мы с этим справимся. Также, друзья, тут у нас еще имеются различные преграды в виде каких-нибудь машин, людей, либо же еще там животных, потому что они тоже могут на нас как-нибудь там нападать, пытаться нас слопать, и все в этом духе. А также у нас есть еще один прикольный бонус, мы можем атаковать людей. Да-да, ребятоньки, как тогда в детстве нас кусали пчелы, так и сейчас мы можем брать и кусать вот этих людишечек дурацких. Так, ну что же, я тогда использую пчелиное зрение, у меня почему-то оно сейчас идет по квесту, и нам написано собрать 4 редких цветка. Ну, этот не редкий красненький, может быть, ты редкий? Ага, смотрите, даже вот эти зеленые цветки, они у нас не редкие. Может, желтые? Да, друзья, смотрите, желтые цветки, они у нас самые редкие. Значит, тогда я собираю вот эти желтенькие, так, отличненько, и получается, мне последний надо собрать тебя, да? Во, все, отличненько. Вон там пчела, она плохо выглядит. Мне нужно узнать, могу ли я ей помочь. Так, ну давайте-ка поможем нашей пчеле, потому что там у нас какая-то еще одна пчела, которой плохо. Так, что с тобой, пчелка? Так, следовать. Ну, давайте тогда сейчас попробуем следовать за этой пчелкой. Я не знаю, конечно, что с ней случилось, но давайте тогда, друзья, это мы будем делать. Так, сюда, отличненько. Мне что, тебя надо догнать, что ли, как я понял? Эй, пчелка, да, мне кажется, ее, наверное, надо догнать, но мы ее спокойненько же сможем это сделать, да? Так, давай-давай-давай. Воу! Смотрите, еще бы чуть-чуть мы попались бы в паутину к пауку, а вот это уже было бы жестко. Так, 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 ну, пчелка, господи, почему ты такая быстрая? Я должен тебя все-таки успеть догнать. Так, давай-давай-давай. Ух ты, е-мое, нифига себе. Я сейчас, друзья, только что взял и ударился в какую-то стенку. Так, ну, ага, смотрите, кат-сцена у нас происходит. И, где эта пчела? Ага, наверное, она вот здесь где-то зависла, да? Они же любят тоже сладкое. Как я понимаю, это сейчас мы летом и пытаемся найти нашу подружку, но в итоге... Воу, а это кто это? О, нет, оса, будьте осторожны. О, смотрите, друзья, у нас тут даже еще и батл будет, ничего себе. Давайте тогда попытаемся победить нашу осу. Так, что мне сейчас надо будет делать? Ага, левой кнопкой, правой кнопкой, точнее наоборот. Отличненько, смотрите, нормальненько мы сейчас ее ударили. Так, отлично, так, и еще разочек, щелчок, все, замечательно. В принципе, нормально, мы идем, уже 64 хпшки ей оставили. Тут что у нас? Раз, два и третий удар пошел. Во, смотрите, 28 хп оставили. Очень-очень даже классно. Значит, атака у нас так, и блок на правую кнопку мыши. Все, по сути, мне кажется, нам осталось еще один разочек ее ударить, и в итоге мы уже в победителях. Так, последний, наверное, удар, самый жесткий будет. А, не, смотрите, да, все-таки последний. И в итоге победили мы осу, наколотили ей тумаков, ну и мы победили, да, что, все, что тут надо делать-то? Да, все, оса у нас улетела, получается. А, не, она еще тут. С меня хватит, но вы меня еще увидите. А, я припоминаю. Я съела кусочек гнилого яблока. Вкус был странный. Ой, меня тошнит. Не переживай, они помогут тебе вернуться назад в улей. Мы ведь одна большая семья. Ой, спасибо. Угу, нам теперь после этой сцены высветилась вот такая менюшка. Сладости. Люди оставляют вокруг много еды. Ну, короче, можно сладости, друзья, тоже обязательно кушать. Давайте попробуем сейчас тогда вот этот леденечек покушать. Так, все, отлично. Готов леденец. А еще что-нибудь есть на сладостях или нет? А, или он нам быстро устанавливает энергию. Ну-ка, давайте тогда сейчас попробуем истратить нашу ускорялку. Ну, и теперь смотрите. Я сажусь на этот леденечек. И да, все, как я понял, друзья, он нам полностью очень даже быстро восстанавливает энергию. Так, вот как, конечно, кусать людишечек, я еще не понимаю. Да и, по сути, у нас даже, ну, не было это в обучалке. Но я думаю, потом нам обязательно скажут, как это делать. Тесно, а что будет, если я тебе в ухо попробую залететь, а? Будет ли он как-то, друзья, там агриться? Либо же пытаться это ударить меня? Нет, смотрите, это мне вообще ничего не делает. Хотя, во, сейчас он начинает немножечко руками размахивать. Ну, ладно, не будем тогда мучить мы людей. Мы лучше тогда пойдем обратно к нам в улей. И по пути я, наверное, еще буду захватывать, естественно, нектар. Потому что у нас не до конца заполнена вот эта штучечка. Я думаю, нам надо бы как раз-таки до конца ее, друзья, сделать, чтобы не разочаровать нашу королеву пчел и других пчелок. Так, ну и все. Значит, получается, мы летим опять к нашему вот этому старому доброму дубу. И смотрите, а тут у нас какие-то рабочие. Ага, скорее всего, опять будет какая-то катсцена. Видимо, наши улей хотят спилить. Никогда еще не подходили так близко. Ага, вот, видите, даже люди никогда не подходили так близко. Хм, да, конечно, люди еще не понимают, что тут у нас дофигища пчел, и мы их закусаем. Ну, ладно, все, друзья, мы возвращаемся в улей. Так, ну и что сейчас нам надо делать? Как я понял, нам надо сначала нашу пыльцу всю сбросить, да? Все, отлично. И что дальше? Отправиться в библиотеку. Хм, давайте тогда сейчас будем отправляться. Так, идем мы как раз-таки идем в библиотеку, смотрим, что у нас здесь. Интересненько-то есть. И вообще, как это понять? Библиотека у пчел? У них что, реально книги какие-то есть, да? Ну-ка сейчас посмотрим. Так, библиотека, это ты? Да, какие-то подвиги. Ваши подвиги хранятся в меню игры и в библиотеке Улья. Завершенные подвиги и текущие подвиги дают вам очки знаний. Хм, давайте-ка посмотрим, где тут у нас подвиги-то. А, вот они, смотрите, вижу, вижу. Их тут довольно-таки много. Так, ну мы летим, получается, вот сюда. И получается, у нас наш подвиг только вот настолько собран. Конечно, очень-очень даже маловато. Ну ладно, ничего страшного. Думаю, потом мы обязательно сможем набрать полностью этот подвиг. И, кстати, напишите, друзья, в комментариях, как вам вообще эта игрушка? Нравится или нет? Стоит ли ее продолжать снимать? Либо же начать какую-нибудь новую? Я буду смотреть обязательно это по вашим лайкам. Чем больше лайков, тем больше, естественно, актива вы показываете. И тем больше я буду снимать эту игрушку. Ну а сейчас мы вылетаем из Ули. И тут нас сразу же встречает какая-то миссия. Старая пчела Джейми. Ищешь эпичное пыльцо. Посмотри в зоопарке. Ну, хорошо. Давай-ка сейчас сразу же посмотрим. Ага, смотрите, тут у нас еще и танцы. Повторяйте движения вашего партнера по танцам. Вверх W, вниз S, влево A, вправо D. Ну, в принципе, понятно. Ну, давай-ка, давай-ка с тобой станцуем, старая пчелка. А ты в какую сторону сделала? Вроде бы в эту, да? Так. Ага, так. И вот так, да? Отличненько. Ага, понял. Так, и в другую сторону. Замечательно. Вверх, вправо и вниз. Ну да, тут, в принципе, было как-то ожидаемо. Эй, стоп, я еще не закончил. Так. Ну, вот, все повторил. Теперь она опять показывает это же движение. Так, вверх, влево, вниз. Все, повторил. Поняла. Отправляйся в зоопарк. А, это так они общаются, что ли? Она сказала, поняла. Так. Очки знаний даются за прохождение испытаний. Маркеры делятся по типу голубой гонг, розовый танец, красный битва, оранжевый ужалить хулигана. Зеленый сбор пыльцы. Хм, друзья, я хочу сразу же ужалить хулигана. Давайте тогда сейчас мы попробуем найти этот маркер. Конечно, он здесь есть. Фиолетовый это у нас не то. Красный это сбор пыльцы, да? Хотя нет, тут что-то, смотрите, вообще осы какие-то летают. Нет, я хочу хулигана ужалить. Хочу ужалить хулигана. Где же тут такой у нас, друзья, имеется маркер? Ага, зелененький. Вроде бы оранжевый маркер у нас ужалить хулиган называется. Ну ладно, что-то тут пока что я его, друзья, нигде не вижу. Этот маркер оранжевый. Ну давайте тогда исполним тот маркер, который ближе всего к нам. Это вот-вот такой, какой-то розовенький. Так, принять участие в испытании с танцем, да? Так, ну да, тут у нас с пчелкой разговор идет. Мы сразу же его пропускаем и будем танцевать с нашей пчелкой. Так, давай, отлично. Так, и вот сюда. Теперь вниз, вправо, влево. Вниз, вправо, влево. Все? Отлично, станцевали мы сразу же с пчелкой. Все, помогли мы, получается, даже ей. И давайте сразу же я вот на ягодки сяду, потому что я хотел бы полностью восстановить вот эту нашу шкалу энергии. О, кстати, как раз-таки даже видно, сколько мы высасываем вот этих сладостей с нашей вишенки. Хм, быстренько, конечно, мы использовали танец этот. Очень даже быстрое задание прошло. Хотя, только что я понял, что по заданию мне написано найти суперцветок. Только где мне его найти, я пока что не представляю даже. Может быть, это ты? Вот этот зелененький цветочек? Нет, друзья, не он. А мне кажется, наверное, вот ты суперцветок, да? Ну-ка. Да, все, друзья, отлично. Нашел суперцветок. И это меня очень-очень даже радует. Ну, а на этом, я думаю, можно заканчивать наш видеоролик. Если вам он понравился, понравилась эта игрушка и вы хотите продолжения, напишите обязательно об этом в комментарии, а также наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok